Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт vizasam.ru Приехал на Ламар Бич, один из моих любимых пляжей, если брать общественные пляжи, если вы, конечно, не живете на Пайм-Джумейре И давайте расскажу вам, стоит ли ехать туристам летом в Объединенные Арабские Эмираты в Дубай, какая тут погода, что тут делать в летнее время Сразу скажу, прежде чем смотреть это видео, подписывайтесь на наш канал У нас есть также телеграмм на ютубе, у нас есть также телеграмм-канал, где рассказывается об инвестициях в недвижимость, о переезду в Дубай на постоянное место жительства И русскоязычный чат, где можете задать любые вопросы, если я что-то не рассказал, там вам ответят ребята, те, кто живет или кто здесь, туристы, отдыхают Летом тут жарко, если коротко, туристам я бы рекомендовал выбрать другое время года, но есть тоже свои плюсы и нюансы, если вы едете в это время, досмотрите видео до конца, какие расскажу Смотрите, основной туристический сезон в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах с октября по апрель Уже со второй половины мая начинается такая жаркая погода, в том числе вторая половина мая, первая половина июня, может быть днем где-то 33-35, ночью уже погода поднимается до 30 градусов, 28-29-30 Вода вообще средней летом 33-35, в августе до 36 может подниматься, реально такая хорошая, бодряя, хорошая, теплая, даже жаркая вода Ну так вот, если ехать летом, я бы рекомендовал, например, первую половину июня и рассмотреть Если вы были второй половиной мая, первая половина примерно одинаковая, вторая половина июня уже начинается жарко Вообще местные считают, что самые жаркие месяцы июль и август, например, в июле самая жаркая температура, в августе самая жаркая вода, так как она нагревается, может, я говорю, 36 градусов быть Вы заходите, а море вообще не бодрит Что интересного бывает летом в Дубае? Бывают очень хорошие скидки на пятизвездочные отели, там буквально можно жить за несколько тысяч рублей, когда в сезон 50 тысяч Но давайте дадим слово человеку, кто здесь живет уже более двух лет Зоя, мы записывали с ней и с другими ребятами фильм «Как живут наши в Дубае» И там они очень подробно рассказывали про климат, и про погоду, и про цены Если вас интересует более подробная информация, посмотрите две части нашего видео о том, как живут наши ребята в Дубае Июль, август, и все, ну что, у нас там жара постоит, 40 градусов, но все равно мы все находимся в здании, мы все находимся либо дома, либо на работе Разве вы не сможете потерпеть два месяца? Ну, как бы, это не 9 месяцев зимы в России, когда вы постоянно в колготках, в шубах, в шапках, во всем Но это же разница огромная, здесь либо это, либо то, либо такое зло, либо такое Плюс здесь, этим летом, нам правительство, наше богатое, нагоняло дожди В августе, в августе у нас на неделю, на две был дождь 44 градусов нам снизили до 24, у нас было холодно Я даже окна открыла и балкон помыла Но просто это все делается для людей И зимой, почему у нас весь январь дожди, прям ливни дикие, потому что там нагоняют Хотят сместить немного температуру, там, понизить вот эту вот пыль, я не знаю, там, утяжелить ее, чтобы воздух был чистый Это все делается для нас И это здорово, жить в такой богатой стране, которая еще заботится о своих жителях И потому что очень многого люди не знают И когда приезжают, мне кажется, если они с правильными людьми общаются, которые здесь долго живут И видят настоящий Дубай, они хотят здесь остаться И они видят действительно в этом не то, что раньше, слышали, либо где-то видели на картинках, там, в инстаграме, я не знаю Они видят все настоящими красками, как оно на самом деле Я, например, люблю лето в Дубае, потому что нет народу Никого нет Класс Дороги чистые, пробок нет, пляжи свободные Нет, ну, такая прям, не знаю, пустота приятная иногда А летом прям тишина и спокойствие Хотя летом и в море тоже можно покупаться И самый плюс туристам приезжать летом сюда, это цена на гостинице Если зимой гостиница стоит, там, за ночь, не знаю, 50 тысяч рублей Летом она стоит 10 тысяч рублей То есть это офигенный пятизвездочный Вообще, пятизвездочный, там, Краун Плаза, Интерконтиненталь Летом 150 дирхам, это же смех за ночь 150 дирхам, это вообще... Это с завтраком со всем Да, да, да Понимаю, тут есть, например, даже остановки с кондиционером, метро с кондиционером Все новое жилье строится, естественно, с кондиционерами В подъездах кондиционер, даже бывает на парковках кондиционер Ну, не везде Все здесь ездят на машинах И, знаете, вот я даже, например, часто вот надеваю Вроде зачем надеваешь брюки, мне не надо на работу Но, например, если лечь к друзьям, там, в офисе кондиционера Они вышли пообедать в кондиционере Потом довезли тебя на машине, ты в кондиционере все время Ну, и вот, как вы видите, я на пляже гуляю Тоже очень много достаточных зон, где нет солнышка Вот я только первый раз вышел на него Вообще достаточно много зон, в том числе в черте города Где есть тень, особенно если вы в центральных районах Ну, так вот, туристам лучше все-таки не ехать Выбрать другие места, жарко Если вы поехали в это время Почему? Могут быть гораздо ниже цены, раз Так как не сезон И вот, если вы переезжаете сюда жить Если вы, например, снимаете квартиру Летом она гораздо стоит меньше То есть, вы можете, ну, и жилье, и квартиры, и отель Они стоят меньше Если вы снимаете жилье на долгосрок То, например, летом цена, допустим, может быть Ну, приведу пример Обычная цена средняя 1100 Летом вам могут отдать за 1050 Там, на договор аренды на год заключить Если вы эту квартиру зимой договор аренды заключите Будет 1150 или 1200 Что летом туристов нет Хозяева не хотят, чтобы квартира простаивала И сдают на тоже по более низким ценам Также аренда краткосрочная Одно дело вы на месяц снимаете квартиру летом Другое в Новый год Может быть разница на 50% Если не больше, дешевле Что еще летом хорошо? Летом, например, застройщики могут проводить различные акции Если вы покупаете недвижимость Так как поток меньше, людей меньше И они бывают проводят акции Если вот вы хотите следить за такими акциями Они бывают не только летом Подписывайтесь на наш телеграм-канал Там бывают очень интересные предложения Если вы туристы, приехали летом Что бы я вам рекомендовал? Во-первых Ну, я думаю, все отели в Дубае Все нормальные отели Кондиционеры, это однозначно Бассейн однозначно Там есть Ну, случайно не заселитесь в Дейру В какой-нибудь старый отель, где этого нету Ну, это старые горы, где живут местные Самый такой бедный квартал Ну, вот случайно, особенно летом Не заселитесь туда в бассейн А так во многих бассейнах вода летом охлаждается На приятной температуре В отелях А зимой, наоборот, повышается А также многие достопримечательности Дубаи расположены в помещениях А в помещении все, кондиционер, все отлично Комфортная погода Например, зоопарк водный в Дубае-Моле Там, пожалуйста, там пингвины у них живут целый год Если хотите, я сюда вставлю кусок видео Где я был в водном зоопарке Пожалуйста, посмотрите Там на коньках можно покататься Есть хоккейная коробка Пожалуйста, покатайтесь Музей будущего Все внутри, все кондиционировано Прохладно, хорошо Но записываться надо онлайн заранее Какие еще достопримечательности? Внутри золотой арки Тоже все внутри можно сходить Поэтому много достопримечательностей Вот таких это какие-то В торговых центрах Или в закрытых помещениях Я рекомендую днем ходить туда А, например, на море прийти Вот на закате На пляжах здесь нравится На закате Нет уже жары Комфортно, прохладно Можно полюбоваться вот такими красивыми видами Поэтому, ну, если вы рано встаете Тоже классно Прямо с утра встали В 7 утра Пошли там, может, на море Искупались Опять днем поработали Позанимались в тренажерных залах Если вы туристы Сходили в те достопримечательности Музея, которые находятся В закрытых помещениях Если вам понравилось это видео Ставьте лайк Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на наш телеграм-канал О переезде в Дубай На наш телеграм-чат Русскоязычный Где можете задавать любые вопросы Тоже в телеграме Ссылочку на них я поставлю Под этим видео С вами был Борис Соколов Сайт Визосам.ру Как видите, я именно стараюсь То, что я вам говорю То и делать Пришел на море на закате Отличная, классная погода Для прогулки Жары уже никакой нет Все, пока-пока